Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Игорь Илдашев и продолжаем мы серию встреч и видеорепортажа с выставки PCV Expo 2017. Сегодня моя встреча и беседа будет посвящена компании Lortex Eco. Многие ее знают как поставщика качественной трубородной арматурии для нефтехимического комплекса, а также для химических предприятий и заводов. И моим собеседником будет гениальный директор компании Lortex Eco Ануфри Василий Петрович, который более подробно расскажет о новинках и о том, каким стал 2016-2017 год для компании Lortex. Здравствуйте, Василий Петрович! Рад вас видеть. Но на самом деле уже сравнительно долго мы с вами не встречались для наших зрителей, и за это время появилось много новинок и наверняка появилось много событий в жизни вашей компании. Пожалуйста, расскажите вкратце о них. Это правда, но я хотел бы все-таки внести коррективу. Здесь нас назвали поставщиком арматуры. Поставщик – это все-таки трейдинговая компания. И я хотел бы здесь внести коррективу. Мы все-таки являемся производителем в том смысле, что мы активно влиянием на дизайн арматуры, на ее конструкцию, и, собственно говоря, интеллектуальная составляющая арматуры, которую мы поставляем, принадлежит нам. Да, это немаловажно, потому что, я повторюсь, если это так обстоит, то получается вы практически любой вид арматуры можете поставить заказчику. Ровно так оно и есть, хотя мы ориентируемся все-таки на сложные виды арматуры, имея в виду при этом агрессивные химические среды, абразивы несущие составы, высокие температуры, низкие температуры, криогенное исполнение, высокие давления, большие диаметры. Ну, вот такая арматура более-менее специального назначения. Ну и все-таки, возвращаясь к новинкам и событиям в вашей компании, расскажите для наших зрителей об них. Ну, для нас большим этапом явилось создание и развитие арматуры из керамики. И, ну, здесь, к сожалению, не видно вот этих картинок, но я бы показал, вот здесь, значит, арматуру, которую мы поставили на одно из казахских предприятий, которая принадлежит, впрочем, российской компанией «Еврахим». Справа здесь, значит, задвижка, заслонка, которая, значит, работала на предприятии, отрабатывала семь дней, одну неделю. А слева от меня, значит, наша арматура, наши ножевые шиберные задвижки с керамическими вставками, которые на сегодняшний день работают уже 10 месяцев, то есть в 50 раз приблизительно дольше. И они продолжают находиться в работе, я думаю, что проработают еще не один месяц. Значит, ну, мы сейчас делаем действительно упор на вот керамическую арматуру. У нас достаточно много заказов, и мы считаем, что за керамикой большое будущее. В частности, перед вами вот здесь шаровый кран с регулирующей функцией, значит, на который у нас тоже есть заказы. Ну, и целый ряд других изделий. Значит, в новых, среди новых наших, да, я, кстати говоря, хотел, значит, высказать свою благодарность и вот с нашей поставкой в Каратау директору предприятия господину Валышеву, который вот так, мне кажется, очень прогрессивно относится, несмотря на то, что, значит, керамические изделия, конечно же, дороже того, что у них стояло. Он пошел на риск, и, как вы видите, этот риск оправдался. Значит, мы сейчас, значит, рассматриваем также пластиковую арматуру, которая хорошо себя показала для химических сред, свободных от твердых примесей. И, в частности, также хотелось бы отметить Скоропусковский завод, в котором приблизительно 30% арматура из пластика, и она очень хорошо себя показывает. Пластиковая арматура хороша тем, что, ну, во-первых, она недорого стоит, что для российских заказчиков имеет большую ценность. Ну, кроме того, она легка, в том числе и физически достаточно легка, ремонтопригодна, стойка к химическим, химически агрессивным средам. А если сегодня рассматривать проекты, которые вы курируете в настоящее время? Мы знаем, что компания «Лотексека» всегда ориентируется на химическую промышленность. И по признанию многих потребителей, да и производителей сегодня, трубопродная арматура химической промышленности активно развивается. Наверняка у вас есть проекты, которые вы сегодня курируете? Да, вот именно этот квартал, именно этот месяц дал нам очень хороший результат. У нас целый ряд проектов. В настоящее время находятся в работе 12 проектов, два из них достаточно большие. Ну, и в том числе, это в работе, это уже контракты. И в том числе в разработке находится порядка 30 различных проектов. И вы правы, это в основном для химической промышленности, в первую очередь для компании «Еврохим» и для ее подразделений. Но не исключительно для химии. Мы работаем и на горнодобывающей промышленности, на металлургию. У нас была очень интересная командировка с презентациями на Южный Урал. Мы побывали в Орске, в Челябинске, в Свердловской области. И наша арматура вызвала действительно большой интерес как раз у предприятий горнодобывающей отрасли и металлургии. В частности, Челябинский цинковый завод вызвал большой интерес к нашей продукции. Замечательно. Василий Петрович, один из важных вопросов, как сегодня развивается Ваша компания. Мы знаем, что Вы постоянно, скажем так, активно внедряете новые подходы, воспитываете молодежь, у Вас есть качественный сотрудничественный состав. Вы назвали даже инжиниринговую составляющую. Это правда. Честно говоря, мне кажется, это то, чем мы можем гордиться. Мы не просто поставляем серийный продукт, но мы разрабатываем новые подходы, новые дизайны. Мы применяем новые материалы, мы консультируем наших заказчиков по материалам, которые стойки к тем или иным средам, и рекомендуем те или иные сплавы или материалы для различных применений. Это правда. И в этом смысле, да, наша компания не только занимается инжинирингом, но и проводит консультацию. В том числе, значит, мы проводим для российских компаний аудит предприятий, находящихся в Китайской Народной Республике. Понятно. Еще один вопрос, связанный с локализацией. То есть, мы задавали его в прошлую нашу встречу. Планируете ли вы расширение на российском рынке, как производственная компания? Как Вы сегодня относитесь к этому этапу? Вообще, есть ли у Вас мысли о данном внедрении? Игорь, ну, большое спасибо за этот вопрос, который Вы так настойчиво задаете уже не первый раз мне. Но, честно говоря, нас вполне устраивает, значит, наше сотрудничество с теми четырьмя предприятиями в Китае, с которыми мы работаем уже восемь лет. У нас нет рекламации. Значит, у нас есть, как Вам известно, офис в Шанхае, который контролирует качество производимой нами продукции. И у нас, мне кажется, сейчас нет оснований переносить это в Россию, что сопряжено все-таки с достаточно большими рисками и материальными, и репутационными. Поэтому то, что мы сейчас делаем, мы ни от кого не скрываем. Мы китайские товарищи, мы производим все в Китае, но мы контролируем и отвечаем за каждое наше изделие. Золотые слова, особенно золотые слова для тех компаний, которые скрывают свое происхождение, скрывают происхождение своей продукции, потому что не надо бояться на этой рынке ничего. Если Вы начинаете бояться, уважаемые господа, закончится это может очень трагически для Вас и для Ваших клиентов. Потому что, действительно, вот многие задают вопрос, WorldExecor, что за компания? Это компания, которая отвечает за свою продукцию. То есть под своим брендом они поставляют этот продукт, они за него несут полную ответственность и сервисные обязательства. Я уверен, что, действительно, мы общались с некоторыми заказчиками, в том же Скоропульском синтезе, который говорил, да, их арматура стоит, она надежная, она работает. Поэтому этот рынок действительно интересен и он в России развивается. Тем не менее, на то, что некоторые говорят, что кризис и все пропало. Спасибо Вам большое, Василий Петрович. Но, на самом деле, очень приятны наши встречи. И в заключение традиционный вопрос. Ваши пожелания, пожелания клиентам. Этот вопрос всегда звучит. И Вы по-новому всегда с воодушевлением, оптимизмом в него отвечаете. Вам слово. Спасибо большое. Значит, я вот нашим клиентам конкретно, я желаю все-таки не бояться рисковать, потому что мы живем в такое время, когда наука, техника, особенно, развиваются бурными темпами. Очень печально то, что многие наши заказчики, для них является главным критерием цена. А все-таки, мне кажется, нужно сделать упор на качество продукции. И, как мы видим по тем примерам, которые я уже привел, и которых у нас, что называется, не с числа. Вот эта вот, кстати, сельфонная арматура для компании Avismo поставлена. Здесь, значит, на Нелиномысский азот, на сегментные краны, которые мы поставили. Очень много новой продукции, пусть она немножко дороже, но работает она много дольше, механики могут спать спокойно. Поэтому я предлагаю клиентам не бояться рисковать, ну, конечно, основываясь на, значит, тех позитивных данных, которые мы предоставляем при рекламе нашей продукции. Спасибо. Ну, и, конечно же, уважаемые друзья, здоровья крепкого, потому что химики, они должны обладать здоровьем. Очень агрессивное, опасное производство. Арматура качественного производства убережет вас от всяких неприятностей. Удачи вам, Василий Петрович. Развития. Спасибо, Игорь. И, конечно же, новых успехов. Удачи, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин